Они давно уже выпускники, но вновь выходят из стены института войск национальной гвардии. С ними жены и дети. Вместе они в очередной раз повторяют свою давнюю традицию. Марш памяти длиной 12 километров. В честь павших в боях товарищей. Старт от перекрестка Московской университетской. Финальная точка – учебный центр в Поливановке. С собой минимум вещей. Удобная одежда и обувь. А главное – побольше воды. День жаркий, путь не близкий. Ребята, прошу отнеслись серьезно. Потом уже через лес пойдем. Особенно за детьми надо смотреть. Не будет, не берега, не жалкий. Так скажем, условно командир отделения должен назначить старше за детьми, чтобы ни один ребенок не был без присмотра. Если кто-то чувствует физическое недомогание, передавать командирам взводов, передавать мне. Для них это уже привычный маршрут. За годы учебы они не раз преодолевали его в любую погоду. Сейчас позади уже больше 20 лет после выпуска. Все продолжают оставаться в прекрасной физической форме и учат справляться с трудностями подрастающее поколение. Промежуточная точка марша – кумысная поляна, лагерь «Березка». Давай вот здесь стенечка. Справа? А здесь стенечка-то нету. Дошли за точкой. Может, туда вытянем? Туда, там сотки. Но нет среди них их товарища – Романа Китанина. Однажды он не вернулся из боя, но мысленно он всегда с ними в одном строю. Сегодня мы проводим ежегодный марш в памяти, в памяти героя России, в памяти его. Собираем наших братьев-вкусняков. Сейчас это уже стала традицией. Мы собираем семьи, детьми. Стараемся привлекать кадетские классы, юноармейцев. Занимаемся своего рода патриотическим воспитанием. Хотя упор делали, прежде всего, конечно, на своих детей. Нужно показывать своим примером, своим детям. А уже дальше смотреть на... Наши будут смотреть, другие будут воспитывать, как мы считаем. Россия родная, ты нам дорога. А в небе высоком выгуд облака. Это финальная точка маршрута – учебный центр. Здесь установлен мемориал в честь боевых товарищей, в том числе и Романа Китанина. Андрей Попов был участником того боестолкновения и тоже пришел в этот день почтить его память. Роман Китанин прикрывал отход группы разведчиков, попавшей в засаду ценой собственной жизни. То есть, Ромка принял на себя полностью бой, он пока отвлек. Я тут уже скомандовал, чтобы все... Ну, тоже к бою, дальше продолжившись. Пацаны начали, как сказать, залазить... Ну, потихонечку заходить в лес, отстреливаться. Вот. Все, ну, получается так, что Ромка я уже не видел. Вот. Тут недалеко. Ну, Сашка от Роха сам тоже был, он вместе с ним рядом находился. Потом он чуть отболз. Он уже получил ранение в колено сначала получил. Ну, после этого там... Там некуда было просто спрятаться. Я, чтобы много народу всю группу не положить, так я, как сказать, отдал приказ своей группе, чтобы мы... Ну, отход произошел. В этот момент еще одного ранили мне в руку при отходе. Все, отошли. Группа отозвала я. Прыгнул на группу от... Вообще убрал подальше. Сам прыгнул на БТР. И вместе с водителем, там еще... С одним, ну, солдатом, как он согласился со мной тоже идти. Никого не заставлял их, кто желающий, кто пошел. И мы поехали сам вытаскивать оттуда уже с БТРом, вытаскивать Ромку и Сашку. Ну, с первой попытки тоже не получилось. Потом войска уже подошли, когда чуть попозже им. Через 6 часов мы только смогли вытащить уже тела. Мемориал получил название «Нет уз святее товарищества». Ведь для них слово «товарищ» не просто приставка-преобращение, а нечто большее. Уважаемые выпускники 5-го батальона 2000-го года и все, кто здесь присутствует, других подразделений. Уважаемые почетные гости, которые приехали сегодня на наше мероприятие. Дети, жены, близкие, родственники, мы рады здесь приветствовать сегодня в учебном центре Саратовского военного института всех вас. Сегодня мы собрались уже по традиции, которую заложили вы, выпускники 5-го батальона 2000-го года. Неравнодушные выпускники, чтобы вспомнить выпускников, погибших при исполнении воинского долга. Очень приятно, что выпускники в своих сердцах помнят и бережно хранят память о своих товарищах. Поэтому и выбор места для установки далеко не случайен. Здесь могут собираться выпускники и несущие службу курсанты. Дорогие друзья, ни одно поколение офицеров, даже генералов, будучи курсантами, на этом тактическом поле совершенствовали свое военное ремесло. Именно тут, в полевых условиях, в условиях совершения марша, занятий на тактическом поле, приходило понимание, что такое войсковое товарищество, что такое воинское братство. Именно здесь, протирая свое обмунирование, тысячи курсантов, будущих офицеров проводили свое время. Именно ощущение вот этого сплочения и боевого братства позволяет в будущем подразделениям выполнять боевые задачи и идти в бой. Приехал на мероприятие и выпускник ныне института, а тогда еще училища 1-го батальона 1-й роты 4-го взвода специального назначения Анатолий Говорунов. Сейчас он возглавляет Следственный комитет в Саратовской области. Уважаемые друзья, вот это мероприятие, которое сегодня вами организовано, я с большим удовольствием, конечно же, принимаю участие и буду принимать, дай Бог, чтобы здоровье было, возможности и так далее. Я обязательно передам своим однокашевым 1-го батальона выпуска 1996 года, чтобы наши ребята всеобщие, все мы знаем друг друга, я смотрю, в строю стоят лица до боли знакомые, если можно так сказать. Поэтому своим ребятам с 1-го батальона я обязательно все передам, объясню, доложу, расскажу. Я думаю, что 1-й батальон в любом случае подхватит эту идею и мы будем вместе с вами в любом случае. По традиции после марш-броска порция гречневой каши с компотом из полевой кухни – угощение, придающего сил на весь день. В следующем году они снова соберутся у стены института и придут сюда уже с цветами, которые возложат к подножию мемориала.